Обзор Xbox серии S. Плюсы и минусы консоли. Давайте рассмотрим. Значит, пришла мне вот такая вот консоль. Маленькая коробочка достаточно. Давайте мы её откроем. В коробочке у нас хранится Xbox. И непосредственно кабеля и джойстик. Так, значит, у нас здесь имеется обычный кабель и ускоренный HDMI кабель для игр. Сама консоль выглядит вот так. Давайте распечатаем её. Выглядит очень круто. Охлаждение идёт через переднюю часть. Сзади имеется ванн-разъём, питание, USB-разъёмы и радиоразъём. Впереди у нас ещё имеется USB, кнопка для подключения джойстиков и сама кнопка для включения консоли. Также консоль можно включать джойстика. В общем, выглядит она очень стильно. Мы и косов постарались в этом плане. В комплекте также идёт белый джойстик. Как я говорил, джойстик может было сделать получше, но никаких претензий к джойстику нет. Джойстик также можно устанавливать батарейки и аккумуляторы. То есть давайте запустим. Вот я запустил консоль. И требуется обновить геймпад при первом включении. Обновляем наш геймпад. Смотрите, на сколько быстро включается консоль. И мы уже готовы играть. Игров в консоли достаточно много. Также имеется различные приложения. Нерфиксы. Правда, его сейчас оплатить нельзя. Ну и думаю, куча аналогов тут есть. Имеется также подписка на Xbox Live и на геймпад. Геймпад подписку лучше оформить за границей. Так выйдет дешевле. В геймпаде у нас предоставляется большое количество игр. Как видите, я листаю, листаю, листаю. Они не заканчиваются. Здесь есть и обычные игры, так и современные игры хорошего качества. На винти, соответственно, идут за деньги. Но через несколько времен они все равно попадают в геймпад. Так что оформить подписку в геймпад советую всем. Будет легко играть. Я себе взял консоль на полтерабайта. Скажу честно, этого мало. Берите лучше на терабайт. Значит, есть уже и оптимизированные игры по консолях Террия F и Террия Икс. Ну и ценники, сами видите, на экране. Впрочем, игр полно. Дополнений тоже. Даже есть новая Диабло 2. На запуске, правда, она обосралась. Диабло не имеет возможной игры вдвоем. Можно играть только одному на одном игре. Это очень плохо. У Диабло 3 было все намного интереснее. Можно было собраться к кампании и поиграть. А здесь только по интернету вы сможете играть. И то, как мы видим, куча отзывов. То, что игра классная, но постаренно глицерк-трейлера отваливаются. Не знаю, как сейчас, поправилась эта проблема или нет. Но при запуске игры Диабло 2 возникли такие проблемы. И они не устранялись на протяжении 2-х недель, пока я играл. Также мы видим, где есть дополнения. Их тоже можно купить. Но, если вы купите это дополнение, игру Диабло 3 у вас не будет. Ее тоже будет необходимо купить. Но мы сталкиваемся с такой проблемой, то, что игру Диабло 3 нельзя купить. Ее можно купить только вот по этой подписке. Тогда спрашивается, зачем нужны обновления, если Диабло 3 нельзя купить. Это очень непродуманно со стороны маркета Икбокс. Меня это очень расстроило, когда я купил дополнение, а оно не устанавливается, потому что у меня нету Диабло 3. И, соответственно, Диабло 3 я тоже купить не могу, а могу только купить ее по подписке. А по подписке ее покупать уже нету смысла, потому что я купил Диабло 2. А в эту подписку входят все Диабло. Почему я не могу купить Диабло 3 отдельно? Я считаю, что это очень глупо. Это мне не понравилось. Такой накол в плеймаркете Икбокса. Ладно, не будем о грустном. Также у нас в консоли имеются настройки. Вы можете поставить режим, когда ваша консоль выключается, выключается и телевизор, или телевизор выключается и за собой сушит консоль. Ну, в некоторых случаях удобная функция. Также здесь вы можете выставить разрешение. Ну, настройки очень обширные, покопайтесь, поставите все для себя. Также имеются удаленные функции. Это вы можете подключаться к вашей консоли и играть на своем мобильнике непосредственно где-то вдали от дома. То есть, консоль у вас заведется дома, на ней заведется игра, а вы по мобильнику к ней подключитесь и будете играть на своем мобильнике. Ну, значит, вот так вот у нас быстро выпускается наша консоль. Это при начальном старте. Игры на самом деле очень много интересных. Вот я купил в Mortal Kombat последний. Также консоль у нас имеет возможность сохранения мувиков. После того, как мы записали мувик, он у нас сохраняется. Мы можем показать его другу, дать ему ссылочку на мувик, либо скачать этот мувик на компьютер и сделать потом из него какой-то клип. Очень удобно. Можно также посмотреть клипы прямо в режиме онлайн. Вот сейчас вы увидите запись экрана Diablo 2. Значит, вот мы можем у меня есть созданный Warware. И если мы создали его в одиночной игре, то, соответственно, им играть в питьевой игре уже нельзя. Это очень обидно. В старой Diablo 2 можно было играть и в одиночной, и в питьевой игре. Но здесь построено так. И посмотрите, как быстро теперь переключается у нас между приложениями наша консоль. Это тоже очень интересная функция и бокса. Мгновенное переключение, и мы возвращаемся туда, где мы были. Ну, а это непосредственно кадры Mortal Kombat. Посмотрите, какая графика. Вроде все нормально. Меня эта консоль полностью устраивает. Всем советую ее прикупить, если у вас нет денег на очень крутой телевизор. Если уже у вас имеется очень крутой телевизор или в планах покупки его, то берите консоль с LX. Там графика будет намного лучше. Всем спасибо за просмотр.